Малыш Данил очень любит покушать, о чем постоянно намекает своей маме. Наташа кормит первенца только грудью. Это полезнее, чем смеси и все такое. Конечно, чем дольше, тем лучше. Будем стараться. Наташу поддерживают и медики. Пользу такого кормления сложно переоценить. В мамином молоке содержатся витамины и минералы. Оно формирует и укрепляет иммунитет, защищает от аллергии, положительно влияет на центральную нервную систему крохи. Психически более развитые, более уравновешенные эмоционально, более приветливые, доброжелательные, менее агрессивные, что важно для родителей, потом, в том числе и в старости. У этих детей более высокий коэффициент интеллектуального развития. А еще кормление грудью – отличная релаксация для мамы. Возможность установить контакт с малышом. Свообразная нить, которую невозможно порвать и спустя годы. Это улучшает и психологическое состояние мамы после родов. Снимает устрессовую ситуацию, которая, конечно, обусловлена родами. Это оставляет психологическое взаимодействие мамы и ее ребенком на всю оставшуюся жизнь. Грудное вскармливание – это целая наука. Будущих мам к нему серьезно готовят заранее. Занятия у нас начинают проводиться в центре планирования семьи, где мы проводим им наглядно, показываем с куклой имитацию правильного положения ребенка у груди мамы, чтобы они были нацелены. Кормить или не кормить ребенка грудью – такого вопроса перед Евгением даже не стояло. Первую дочь женщина кормила до полугода. Сын Павел тоже кушает только мамино молоко. Когда кормила грудью первой, у меня, наоборот, пришла форма, что называется, потому что после родов сами представляете себе, что фигура женщины меняется сильно. А пока кормила грудью, как раз, ну, все восстановилось. Кормить как минимум до шести месяцев, а то и до полутора лет, советуют врачи. И тогда многих проблем в дальнейшем можно избежать. Юлия Комкина, Геннадий Воробьев, Телеканал СЕЙМ.